МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Краине активное обсуждение, как и чем должна закончиться война. Эрдоган также сделал заявление. Беларусь снова переговорный пункт. О чем договорились официальные лица Киева и Москвы? Срочное предупреждение Европейской комиссии. Что в письме, которое попало в прессу? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Первый раунд переговоров уже начат. Трамп уже устанавливает связь с европейскими лидерами. Об этом пишет Блумберг. Источники издания утверждают, что в одном из таких разговоров даже обсуждался возможный подход Трампа к переговорам с Путиным. И Трамп дал понять, что не может подтолкнуть Украину к уступкам России, не получив от Кремля ничего взамен, пишет Блумберг. То есть в США собираются поставить условия как Москве, так и Киеву. В то же время в Анкаре заявили, что уже состоялся разговор Эрдогана и Трампа. Турецкий лидер ожидает от новоизбранного президента изменения в политике США. Мы ожидаем, что мой дорогой друг Трамп откажется от ошибочной политики предыдущей администрации во время своего второго срока в должности президента. Мы искренне верим, что господин президент приложит все усилия для прекращения войн. И искренне надеемся на это. О завершении войны в Украине рассуждают и подписчики нашего YouTube-канала. Под нашими видео тысячи ваших комментариев. Под одним из недавних выпусков, который называется «План окончания войны. Решение Трампа», подписчики из Украины пишут, что завершение войны должно быть справедливым и на условиях Киева. Подписчики из России также пишут о том, что война РФ против Украины должна быть закончена. Один из самых популярных комментариев звучит так. «Хватит воевать, оставьте народ в покое, дайте жить спокойно». Кто-то же считает, что войну возможно закончить ударом по Москве. Звучит комментарий так. Остановить войну в течение 24 часов возможно, если выпустить на Кремль арсенал томогавков. Отмечу мнений тысячи. Верите ли вы в Трампа-миротворца и сможет ли он завершить войны, как обещает? Оставьте свой комментарий, пожалуйста. Мы все читаем. Россия сосредоточила основные наступательные операции на двух направлениях – Кураховском и Покровском. А высокий темп этих атак связан в первую очередь с попыткой захватить как можно больше территории до морозных дней. Об этом сообщает не украинский генштаб, а генштаб сил обороны Эстонии. В Таллине отмечают, что в Донецкой области сосредоточено 60% всех столкновений. При этом оборона ВСУ остается организованной, а армия российских оккупантов несет большие потери. Мониторинговые каналы Украины тем временем сообщают о продвижении россиян с севера и юга от Курахова. Ранее наша команда рассказывала, что этот город является важным логистическим узлом для ВСУ. О том, что происходит сейчас на линии фронта и к чему все идет. Мы поговорили с военным аналитиком и журналистом, полковником ВСУ и бывшим спикером генштаба ВСУ, который знает практически все о российско-украинской войне Владиславом Селезневым. К большому сожалению, украинская военно-разведка ошиблась. Ибо в свое время руководитель военно-разведки генерал Буданов утверждал, что на начало октября у россиян будет выхлощен на наступательный потенциал. Этого не случилось. От 7 октября фактически прошел месяц, и мы видим активные боевые действия как минимум на семи участках фронта. Это, безусловно, наибольшую тревогу вызывает ситуация в районе Курахова. Ведь фактически сейчас там противник заканчивает оккупацию территории, которая находится севернее Кураховского водохранилища, тем самым формируя северную часть клещей полуокружения украинского гарнизона в районе Курахова. Южнее от трассы Запорожья-Донецк, соответственно, трасса, которая проходит через Курахова, противник также вплотную наблизился до реки Шухие-Яйлы, и вдоль ее выстраивает, формирует плацдармы для продолжения наступательных действий с целью перерезания той самой ключевой магистрали, которая обеспечивает действия украинского гарнизона в районе Курахова. То, что в ближайшее время, в течение нескольких дней, возможно, пару недель, противник сможет создать все предпосылки, условия для того, чтобы украинские силы обороны будут вынуждены оставить свои рубежи и позиции в Курахово, это очевидно. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Брюссель – крупнейший шпионский центр в мире, поэтому работники Еврокомиссии должны быть максимально осторожны. Своим сотрудникам высший орган исполнительной власти Европейского Союза разослал специальное письмо, в котором было написано о том, что столица Бельгии кишит шпионами, а угроза шпионажа – реальна. Эти люди хотят украсть секреты ЕС. Сотни активных сотрудников разведки нацелены на Еврокомиссию, говорится в официальном предупреждении, пишет политика. Мишенью может стать кто угодно, независимо от возраста, в том числе дипломаты, журналисты, лоббисты, ученые и аспиранты. По оценкам бельгийских сотрудников службы безопасности, в некоторых посольствах от 10 до 20% дипломатов являются сотрудниками разведки, в то время как каждый пятый китайский журналист, работающий в Брюсселе, подозревается в том, что является сотрудником разведки. После тщательного анализа готовности блока к войне и кризисам, которые провели в прошлом месяце, было рекомендовано создать собственное разведывательное агентство, чтобы помочь странам противостоять угрозам диверсантов и иностранных агентов. В ЕС заговорили о том, что необходимо сделать Европе, чтобы выжить. Рецептом стабильности решил поделиться глава внешней политики ЕС Жазеп Боррель. Он заявил, что в геополитической игре надо сидеть за столом, иначе можно оказаться в меню. Это касается и Украины, говорит Боррель. Рецепт будущего Европейского Союза – это единство. Я хочу надстаивать на этом. И для того, чтобы противостоять любым вызовам, и, конечно, тот факт, что США выбрали президента, который будет иметь конкретные идеи по самым важным сценариям в мире, в Украине, на Ближнем Востоке, в отношениях с Китаем, требует от европейцев четкого понимания своей миссии и своего предназначения. Самая важная миссия – построить Европу как державу. Россия готовится к масштабному ракетному удару по Украине, которых не было уже несколько месяцев. В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины заявили, что в данный момент происходит накопление ракет на аэродромах стратегической авиации. Количество этих ракет уже даже позволяет совершить удар. Готова и авиация. Заявление появилось на сайте ЦПД Украины после того, как один из Z-блогеров написал, что Россия пока отказалась от массированных ракетных ударов. Российский пропагандист уверяет, что масштабный обстрел возможен, только если Украина совершит провокацию, или же официальные лица страны откажутся садиться за стол переговоров с Москвой. В Киеве считают, что такой посыл, заброшенный в телеграм-каналы Z-тусовки, это в первую очередь ультиматум Украине. Тем временем аналитики уверены, что обстрелы и удары по энергетической инфраструктуре будут нанесены страной-агрессором в ближайшее время, когда в Украину придут морозы. Мы что, все будут ожидать масштабных ракетно-дроновых атак? Ведь очевидно, что у противника есть ресурсы и есть планы создать условия и предпосылки для полного блокаута на территории нашей страны. Тут у людей никого не нужно быть. Россказ не про то, что Путин проявляет благородство. Я думаю, они абсолютно ничемны по своей сути. Поэтому очевидно, что противник, создав определенный запас ракет и активно используя дроны, ежесуточно направляют в нашу сторону 50 и даже 100 дронов, готов уничтожать элементы энергетической инфраструктуры. А за счет массированного использования этих элементов поражения готов полностью положить в нашу систему критической энергетической инфраструктуры. На территории Беларуси прошла встреча украинского и российского омбудсменов. Дмитрий Лубинец встретился с Татьяной Москальковой для передачи писем и списков военнопленных, а также для репатриации тел. Переговоры прошли при посредничестве белорусской стороны и при участии Международного комитета Красного Креста. Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. В частности, Киеву отдали тела 563 погибших, а России – 37. Подчеркну, что взаимодействие с российским уполномоченным по правам человека я веду для решения гуманитарных вопросов, возвращения украинцев домой, получения информации о наших гражданах в РФ. И Лубинец и Москалькова в своих соцсетях написали практически идентичные сообщения, а также уточнили, что произошло воссоединение семьи. Из Украины в Россию перевезли 91-летнюю женщину. На территории РФ у нее живет сын и внуки, которые будут теперь ухаживать за пенсионеркой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе ИКС. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.